На то, чтобы спасти человека после инсульта, у медиков есть лишь 4 часа. Именно поэтому авиапассажиров с такими симптомами необходимо срочно направлять в больницу. Добавлю, что умирают от сердечно-сосудистых заболеваний больше всего в мире. Ежегодно от инсульта погибают 200 тысяч россиян. Те, кто выживают, становятся инвалидами. С какими проблемами они сталкиваются, расскажет Светлана Яловнарова. Виктории Староженко 42 года, и сейчас она делает первые шаги. После инсульта молодая преподавательница русского языка классического университета оказалась наполовину парализованной. Позади 6 лет полной беспомощности и мучительных тренировок. Я даже шею не держала, не могла кушать. Рука правая вообще не работала, не писать. Сейчас маленько пишу, за компьютером могу работать, печатать. Чтобы вернуть утраченные навыки, Виктории необходимо два раза в год проходить курс реабилитации. Каждый стоит около 200 тысяч рублей. На первые деньги выделило государство. Чтобы оплатить последующие, ее семья продала дачу. Но денег не хватает. Студенты организовали группу в соцсетях, где собирают деньги любимому преподавателю. Виктория, все девочки деканата с вами. С пожеланиями вам скорейшего выздоровления. В одном только омский инфаркт головного мозга поражает около 8 тысяч человек в год. В зоне риска, как правило, пожилые люди. Но инсульт случается и у молодых. Инсульт – это поражение участка мозга. Сосуд, который питает ткани, либо разрывается, либо закупоривается тромбом. И вот этот участок, где нет питания, там образуется ишемия, инфаркт мозга. И вот те функции, которые там были, где он не работает, они и выпадают. Одна там дулечка отвечает за движение в одной руке. Высшее отдело отвечает за движение в нижней конечности с одной стороны. После приступа пациенты не могут ходить, говорить и брать предметы. Обычно поражается только одна сторона тела. Реабилитация после как раз направлена на то, чтобы здоровый участок мозга стал выполнять функции пораженного. В этом помогают специальные физические упражнения. Пациент работает в трех плоскостях. Это не только сгибание-разгибание, но и вращение вокруг собственной оси. За счет этого идет максимальный посыл импульса на центральную нервную систему. И тем самым идет обратный. Ему легче дается движение, он начинает работать. Пытаемся ставить на ноги, добиваться того, чтобы они в быту сами работали, сами себя обслуживали. Логопед учит пациентов заново говорить. А на занятиях с психологом вместе с пациентом приглашают и родных. Только комплексная терапия дает результат. Я на каталке приехала, а вышла я сама. Уже вышла. Как вышла, это другой вопрос. Труд должен быть со стороны пациентов. Потому что медики без желания не смогут. Врачи говорят, к сожалению, полностью вылечить больных с диагнозом инсульт невозможно. Но тем, кто перенес его, врачи могут помочь хотя бы снова встать на ноги и жить самостоятельно. Остальное зависит от желания и силы воли самого пациента. Светлана Еловнарова, Александр Рябуха и Алексей Попов. Новости здесь, Омск.